Жительница украинского города Горловка Донецкой области Светлана Сыщикова обратилась в редакцию ЗАП-ТВ с просьбой о помощи. Вместе со своей семьей женщина хочет покинуть погрязшую в беспорядках Украину и переехать в Забайкалье, где Светлана родилась и выросла. Для переезда в Читу украинской семье необходимы деньги на билеты – примерно 20 тысяч рублей. Светлана надеется, что забайкальцы помогут ее семье собрать эту сумму. Денег своих не осталось, и здесь тоже рассчитывала хотя бы дом продадим, и дом тоже сейчас, вот уже месяц второй продаем нереально. Люди боятся сейчас тратить деньги, потому что никто не уверен в завтрашнем дне. Ну даже я бы уже писала даже вконтакте в одноклассниках, и даже хотя бы в долг люди бы свои данные оставили, мы как бы устроились бы, мы бы вернули деньги. И не то, что там просто вот дайте и все мне. Светлана родилась в поселке Шерловая гора Борзинского района. Там познакомилась с будущим мужем Олегом, который проходил срочную службу в местной воинской части. В 1996 году Сыщиковы решили вернуться на родину мужа. Теперь им приходится буквально бежать из страны. И все как бы чемоданное настроение, все ждут, вот что будет завтра. Вот, я не знаю, развитие событий ждут, или уже уезжать. Люди подыскивают, да, работу, места, кто есть родственники, связываются, и, да, беженцами. Ну а вообще, как обстановка у вас? Ну как, у нас в Орловке не так, как, конечно, в Киеве, в Симферополе. Но тоже митинги, тоже сжигают флаги, восстанавливают российские флаги на мыре, их снимают, сжигают, топчут. Ну, российские вообще, сейчас у нас СМИ все отключили, у нас никакого доступа к России нет информации, потому что Россия показывает правду об Украине, а в Украине говорят только то, что, ну, им разрешают говорить, это понятно все. И вот в одноклассниках узнаем, что у нас творится в Украине. По словам Светланы, скопить деньги на переезд за короткое время нереально. Работы нет, а занять у друзей и знакомых не получается. Каждый бережет свой семейный бюджет, опасаясь, что уже завтра не на что будет купить кусок хлеба. Ну, тут уже выбирать или жизнь, или дом, или, я не знаю, ну, лучше, конечно, уехать в Россию, чем думать, что будет завтра, и никакой стабильности, не знаю. Очереди банкоматов чуть ли не ночью занимают, тысячу гривен только в день можно снять. На предприятиях, честно, заставляют людей, прямо в обязательном порядке, 15% от зарплаты отчисляют на восстановление Файдана вот в Киеве. В принудительном порядке. Был, не был, отдать деньги, все, никого не касается. Всех, кто может и захочет оказать Светлане и ее семье финансовую поддержку, просим связаться с редакцией ЗАП-ТВ или информационного портала ЗАП-Медиа.ру по телефону 32 55 66. Или прийти по адресу город Чита, улица Ленинградская, 78.